ваш вопрос спасибо максим москва у нас женой двое детей один постарше другой помладше конкретная ситуация вот мне бы интересно было услышать ваш комментарий старшим ребенка четыре с половиной года вот с утра мы сегодня собираемся на завтрак значит супруга подготовила ему одежду джинсы и футболку длинными рукавами он устроил истерику не хочу одевать футболку с длинными рукавами плачет орет прыгает никуда не пойду все достал значит чемодан открыл достал свою футболку с короткими рукавами я гумерончик на улице прохладно ты можешь замерзнуть нет все не хочу с длинными рукавами хочу с короткими рукавами я говорю ну что же тогда делать девай с короткими рукавами возьми свитер и пошли вот в такой конкретной ситуации когда ребенок проявляет свою я не знаю что свое видение вкуса свое видне стиля при этом он не отдает себе отчета что происходит на улице какой там климат вот вот такие вот аспекты когда здесь нету явной какой-то угрозы для его безопасности при этом есть проявление его каких-то хотелок желаний не может быть не совсем адекватных спасибо большое давайте пообщаемся тогда смотрите а мы не говорим что есть какая-то угроза сама само то что у него сейчас есть эмоции эти эмоции нуждаются в проживании как вы к этому относитесь поэтому вы садитесь с ним и уделяете ему время потому что он есть это ребенок и сейчас чувствуют а что он чувствовал а он ничего не чувствовал просто хотел одеть футболку с короткими рукавами нет но после этого когда вы ему сказали нет что произошло он начал дальше орать нет я хочу одеть а нам уже идти надо то есть это понятно это всегда так нам всегда надо идти а последний момент он нам мешает это многосерийный фильм всех родителей вот теперь да он всегда же кричит тогда когда родителям нужно возвыситься понимаете когда родителям нужно искать смысл жизни уже не просто кричит можно тоже это утром стали декорации уже стоят понимаете все план бога был будем образовываться все вместе вот и что и он начал проявлять эти эмоции да я ему сказал ну хорошо если ты готов замерзнуть одевай свою короткую майку супер супер вот вы начали давать наставление как вы думаете он сам понимает что холодно он может это понять ему сказал я сам он может понять что холодно может может но у ребенка нет логики понимаете потому что когда вы ему говорите возьмите завтра к собой в школу и он не берет и вы ему начинаете говорить слушай я восемь раз сказала у тебя что памяти нет нету логики нет понимаете сложно до девяти лет продумать что я пойду в школу там я захочу есть там так кстати будет булочка эта цепочка логика до девяти лет сложно извините я бы с вами бы согласился если бы не знал бы обратную сторону когда он выстраивает очень интересные логические цепочки на пустом месте там тоннах почему-то выстраивает а когда надо просчитать логику между замерзнуть и одеть футболку с длинными рукавами здесь значит логику прочитать не может смотрите вот вот это вот это есть наше подозрение потому что когда ребенка отводит детский сад он всю всю дорогу переживает мы-то знаем что мы за ним придем а он не уверен и поэтому у него есть сомнения поэтому вам не наставление сейчас нужно дать ему а пережить с ним его эмоции как его зовут мирон мирон и как бы вы с ним прожили начали проживать просто эти эмоции я как если он бегает по комнате орет как с ним можно все спокойно сидите и вы смотрите на него эмоции должны быть прожиты но не давать ему при этом одевать футболку с коротким почему он проживает эмоции он может ногой стукнуть об дверь он взял сам свою футболку и одел ее и все успокоилось все успокоилось хорошо и сейчас чем вопрос а вопрос в том что когда это происходит постоянно ну то есть оно происходит не то что постоянно человек все время проявляет свои какие-то желания при этом не отдавая себе отчетов их последствиях да поэтому поэтому вы иногда можете говорить нет 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 да то есть мы ему и говорим да как ребенок наш не одевал шапку я и говорил я и говорил слушай вся китайская промышленность работает на тебя поэтому шапку мы тебе найдем другую но сейчас надо будет одеть эту шапку я нашла в школу и ревела а я рядом шел и ревел с ней принимал ее эмоции и когда в школе были мы пришли эмоции были пережиты она обнивала меня подсказала папа все хорошо я пошла учиться понимаете то есть идея в том что когда-то вы можете говорить нет но при этом будут проявлены эмоции эти эмоции просто должны быть пережить или вы можете сказать сынок на улице холодно у тебя есть два пути или ты можешь замерзнуть и могут быть какие-то последствия или ты просто оденься а теперь сынок принимай решение для мальчика очень важно научить его принимать решение мальчик с четырех лет уже может способен учиться принимать решение как вы к этому относитесь замечательно спасибо еще раз еще раз еще раз если вы дадите ему объясните последствия и скажете а теперь прими решение со временем он начнет выбирать в пользу авторитета то есть пользу вас но при этом при этом нужно дождаться до этого нужно вкладываться в это мы хотим иногда получить золотое яйцо